МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12 градусов, днем 24-29. В горах ночью от 1 до 6 тепла, днем воздух прогреется до плюс 19. В северных, центральных и местами в южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков. Во второй половине дня кратковременный дождь с грозой. Ветер восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем столбик термометра поднимется до плюс 29. Он семикратный рекордсмен Книги рекордов России. Помимо этого, он является постоянным организатором фестивалей мировых рекордов. Да, речь идет об известном силаче Марате Узденове. В этом году он также в очередной раз стал Человеком года. Какие сюрпризы в самое ближайшее время рекордсмен готовит? В эти минуты в нашей студии он расскажет моей соведущей Белле Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Марат. Доброе утро. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, пришел к нам в гости. Конечно, я с тобой буду на «ты», потому что мы с тобой выросли на соседних улицах. Мы с одного населенного пункта. И знаешь, я даже предположить не могла, что со временем ты вырастешь вот в такого большого карачаевского великана. Но не это главное, а главное – это список твоих добрых дел. Я знаю, что ты не любишь об этом говорить, и я знаю это от посторонних людей. Вот во время этой же пандемии сколько добрых дел ты сделал, сколько мероприятий ты провел. Но поводом для нашей сегодняшней встречи стало то, что ты стал Человеком года. Скажи, пожалуйста, где проходила церемония? Как все происходило? – Добрый день. Церемония проходила в Москве. Какой-то торжественный зал, там мероприятия проводят все. Государь, по-моему, называется. Я там до этого раза еще бывал. В прошлом году, позапрошлом году. Мне и Человека года давали, и лидер мнений я там получал. – Марат, в этом году в какой номинации ты выиграл? – В этом году благотворительность я выиграл. Номинация благотворительность. Я единственный человек был с России, кому дали эту премию в этом году. – Ну, ты являешься организатором многих мероприятий. Ставишь постоянно какие-то немыслимые рекорды. В этом году ты провел очередной фестиваль мировых рекордов. Но он был гастрономический. Вкратце расскажи, что происходило. – У меня были большие планы, но пандемия испортила наши планы. И я решил провести такой маленький фестиваль мировых рекордов. То есть, чтобы просто так не ушел этот год, а чтобы какие-то краски внести в жизнь республики, чтобы что-то новое сделать, порадовать, чтобы они отвлеклись от суеты с коронавирусом. Чуть-чуть в другую сторону, чтобы увидели, что есть и такая сторона жизни, что не все так плохо, как на самом деле думают. И провел там 5-6 рекордов. Установили мировые рекорды. Потом честовал спортсменов и рекордсменов. В Эдельвесе накрыли большой стол. Мне очень многие люди помогли на этот раз. Я был очень приятно удивлен. Я очень благодарен. – Ну, я хочу сказать, что ты 7-кратный рекордсмен Книги рекордов России, правильно? – Да. – Вот сейчас, в ближайшее время, опять чем-то собираешься удивить нас? – Конечно. Я вас пока буду жить, буду удивлять. У меня цель такая стоит. Я не хочу быть человеком года. Я в этой жизни хочу быть человеком жизни. – Я думаю, что очередной рекорд не за горами. – Очень скоро, уже готовлю. Это будет, я скажу вам, это рекорд называется «Дружба народов». В нем участвует 7 человек. С каждого субъекта СКФО по одному представителю будет. И это будет общий мировой рекорд. На весь мир мы хотим кинуть вызов СКФО. Это в ближайшее время. – Я не сомневаюсь, что это будет очередной рекорд, рекордище. Я благодарю тебя за участие в нашей программе и за то, что ты все-таки в этом странном мире, где так много, ну, скажем, несправедливости, делаешь добро. Спасибо тебе. – Вам спасибо за приглашение. Спасибо нашей гостиной. Следующий выпуск «Вестей» смотрите в 14.30 с ведущим Ашемезом Пхешковым. Хорошего продолжения дня, приятных выходных и до встречи в эфире. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова